Ну а сейчас мы переходим к следующему этапу. Традиционно каждый член российского комитета рабочих, имеющий решающий голос, выходит сюда для выступления, чтобы поделиться своим мнением о увиденном, о том, что происходит, что он услышал, какие плюсы или минусы он для себя отмечает, что бы он хотел изменить, что бы он хотел добавить, как бы предложение свои, ну и свое мнение о всем происходящем вчера и сегодня. Прошу по очереди проходить, высказываться. Шелик Денис Павлович, я повар вообще. Честно говоря, слушаю вчера всех. Тише, товарищ. По каждому из пунктов, по условиям труда, по ковиду, по всем, я хочу сказать, что в нашей, ну в торговле конкретно, в общественном питании, по каждому пункту все нарушается, по полной программе. Сейчас я не буду говорить, как бы получается, что там постоянно нас бьют и человеку проще вместо того, чтобы создать профсоюз и там бороться на местах, ему проще поменять работу, потому что рынок большой, рынок труда вот конкретно в этой области, он большой, много, много рабочих мест и человеку легче уйти там более, там где получше, как бы, как говорится, человек ищет, рыба ищет где поглубже, а человек где получше. Вот, и я, я надеюсь, что в видео вот это увидят работники торговли, общественное питание, официанты там, все, в общем, и тоже начнут на местах уже какие-то действия принимать, борьбу. Потому что вот я приведу несколько примеров, если говорить конкретно по условиям труда, мы постоянно на ногах, я и специфику в целом опишу, чтобы люди как бы понимали, о чем речь идет. Например, вот я в данный момент работаю в буфете при больнице, я с конца октября трудоустроен неофициально, например, у меня даже медкнижку не посмотрели, хотя я в первую очередь до того, чтобы выйти на работу, должны проверить медкнижку, полностью пройти медобследование, все должно провериться, как бы, вот так вот. А мы работаем там, и ничего, никто, а это больница, как бы, ну мы же людей кормим. Были вот случаи даже, я где-то в новостях слышал, что там где-то работал повар в детском садике, да, у него там нашли, потом как бы задним числом нашли сифилис, там, вот такое вот я знаю. И, опять-таки, если говорить по еще условиям труда, на ногах стоишь ты целый день 12 часов. Я, например, у меня в этом месте, ну, на этом больнице, тут ставка повыше, даже выше, чем ресторанная. То есть, если так вот смотреть, делится как? Столовые, рестораны, гостиничное питание. Гостиничное питание одно из самых сложных, если так сказать. Вот люди, ну, молодежь моего возраста, там, чуть постарше, помладше, они идут чаще всего там в рестораны, например, потому что там ставка больше. А вот у меня здесь ставка побольше, чем даже в ресторане, мне так повезло, что я работаю 11 часов, и получается в районе 3000, конкретно, говорит, 2750, 250 рублей час выходит. И скажу так, что еще по вредности, если говорить, то скажу, вытяжки не везде есть, то есть мы целый день, во-первых, там температуры высокие, ты целый день у плиты стоишь, все это вот масло, все это, канцерогены все это вдыхаешь, а вытяжка там не работает, люди там просто, как бы, зимой еще более-менее, а летом там уже вообще невозможно находиться, то есть как в танке, короче, находишься. И еще такой момент, то, что есть повара там в холодной цехе, в горячей цехе, да, и есть, получается, как мастер, он, если с заводом сравнить, то это как шеф-повар, да, 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 и чаще всего там шеф-повар, во многих местах, да, вот, где я работал, шеф-повара, они занимают позицию, короче, работодателя, то есть они там какое-то тоже там, видать, ну, что-то там, как бы, их там работодатель подкупает там или еще как-то, и там еще есть управляющие, короче, и они вот занимают позицию, короче, там, работодателя, то есть я, если там шеф-повара меня видит, там, вы поймите, что вы тоже, как бы, наемные рабочие, и вы, как бы, тоже, вы занимаете позицию своего коллектива рабочего, и не поддавайтесь там на какие-то там подкуп, там, вот эти все уловки, короче. И еще хочется такие моменты осветить, ну, что, например, коллектив там вот, он же большой получается, и в ресторан, если в ресторанном бизнесе, то там, например, и есть официанты, и все, и все. И там так получается, что, как бы, еще над шеф-поваром стоит управляющий всего ресторана. И вот получается, что управляющий там, он такие интриги плетет, типа, там, стравливает там поваров, например, с официантами, чтобы они не работали там в связке, как бы все целостно не были. Вот такие вот моменты, как бы, управляющий там по-любому всегда будет работодателем занимать позицию. И смотрите, да, вот так, вот так, чтобы не получилось, чтобы все старайтесь официально трудоустроиться, потому что там и травмы бывают, потому что там и тяжести ты переносишь, может, ты там какой-то котел там на ноги упасть или еще что-то, ошпариться-то можешь. Я вот была у меня, что я ошпаривался, то есть, и вот такое. И вот я сейчас тоже работаю, опять-таки, расскажу, что вот у нас такого там текучка идет, и, например, есть пекарь там, вот я с парнем, пекарь, он буквально, он меня младше, он говорит, я вот работаю, говорит, вообще там, как бы, ну, если есть, я, говорит, молодой, надо пырять, как бы, работать, зарабатывать деньги, там, брать сверхсмены, короче. И вот у него, он работал там полгода, что ли, ночью, как бы, у него уже там с сердцем проблемы начались. У пекаря там еще больше температуры, там у него расстойка ТС, там все такое, постоянно печки включенные. То есть, ну, берегите здоровье, потому что мы, если ты работаешь по графику 2-2, там, или 3-3, ты уже больше трудового кодекса переработаешь на 8 часов, 40 часов указано, да, в трудовом кодексе, если я не ошибаюсь, а ты уже в неделю 48 отрабатываешь. А есть, я вот на предыдущем месте работал, там были парни, у кого была ипотека, я двух человек знал. Они работают уже год вообще без выходных. Понимаете, в чем дело? А еще говорят то, что вот, типа, там, ну, со Средней Азии наши, там, товарищи, типа, цену сбивают. Но это как бы не так, потому что сейчас, в данный момент, да, ему сейчас там за патент заплати, за это заплати, и он как бы не тоже, за цену сбивать, за низкую ставку он тоже работать не будет. Они все там хотят, как бы, побольше, потому что и у них еще и за ковид, и сейчас закрыта граница, их не выпустят. У нас сейчас там есть, как бы, отличный такой момент, чтобы, как бы, цены повышать за работу. А так, в целом, вот я по Петербургу скажу, что от 200, 2400, от 200, 400, то есть до 3000 рублей. То есть, а это, и даже 3000, это мало, то есть, вы посчитаете, если, как бы, вот, 15 смен, ну, два через два работаешь, это получается, там, 45, как бы, где-то вот так вот. За смену, да? Ну, ну, если, да, если, как бы, за смену там выходит 3 или 2400, вот я говорю, цена, цена такая. 2400, 33, это очень хорошо, там, считается. 2-2, 2-2, 2-2, 3-3, бывает, там, я смотришь, хэдхантер, там, 4-2, 3-1, вот такие вот графики. Ну, это, как бы, берегите здоровье, не ведитесь на это, смотрите, короче, боритесь за свои интересы, потому что, если, как бы, не бороться, там, там, в этой торговле, те, кто организовывает этот бизнес, да, вот эти бизнесмены, они, у них никаких тормозов нет, они вас задавят, короче, вас давят. Да, там такие хищники, как бы, то, что думайте головой, боритесь, создавайте профсоюзы, я надеюсь, что видео увидят. Я для себя много почерпнул, я просто не знаю таких многих моментов, когда все вот эти должностные инструкции, вот эти все. Поэтому, я, как и звучу, я еще приеду, уже расскажу больше, и, может, у меня опыт какой-то будет. Поэтому, как бы, не бегите с мест, работайте и боритесь, просто вбивайте за свои интересы. Спасибо. Товарищи, меня зовут Алексей Чопа, оператор станков ЧПУ, член рабочей партии России. За Российским комитетом рабочих я уже наблюдаю не первый год и второй раз уже приезжаю, второй раз подряд. И хочется сказать, что заметно градус, так скажем, повышается. У нас больше присутствующих, заметно больше, заметно больше практических действий, да. То есть, от каких-то сложных таких теоретических вопросов, заметно больше стало практики. То есть, создаются профсоюзы, профсоюзы активные, борющиеся. Металлурги радуют своей борьбой. Про профсоюз движения есть успехи, да, профсоюз общественного транспорта, работников общественного транспорта. И радуют, что движется дело, не стоит на месте. И принимаются такие решения, вот интересные, практически, что создавать инициативные комитеты, создавать рабочие секции на предприятиях и городские объединения рабочих. То есть, я призываю работать во всех, стараться работать во всех вот таких структурах, то есть, призывать в своих коллективах коллег, рабочих, стараться работать во всех этих направлениях. Начиная от инициативных комитетов и желтых профсоюзов в городских объединениях рабочих. Спасибо. Вступайте в Рабочую партию России. Максим Гордевнин, Самара. Действительно, заметно, что у нас идет процесс, идет прогресс в движении, что какие-то шаги получаются у одних товарищей. Через какое-то время смотришь, уже у других товарищей они прошли уже дальше. Прошли, показывают более высокие практические результаты. Есть к чему тянуться, есть на что смотреть. И что очень важно, что очень интересно, разрабатывается и теория, и приложенная она к практике на наших собраниях. Сейчас есть план мероприятий, которые надо сделать у себя дома. Как действовать дальше, над чем поработать до следующего комитета. Это очень интересно, приятно и рад всех видеть. Всегда. Спасибо. Аноневич Никита, слесарь Самара, трамвайный депо. Ну, я тоже хочу отметить заметное оживление на этом, вот я уже на четвертом РКРе. Явно хорошо пошло. Вчера довольно-таки оживленное обсуждение было. И я думаю, какие-то фрагменты можно смело выкладывать, так сказать, в сеть, чтобы рабочие их посмотрели. Ну, желательно, конечно, небольшими роликами по два часа, где какой-то дядька что-то болтает. Мне уже рабочие высказывали свое, значит, недовольство. Это мне два часа сбросил, там какой-то человек в очках что-то объясняет. Ну, ребята смотрят вот ТикТок, например. Я думаю, было бы неплохо на минуту туда ролик скинуть с наиболее живыми, так сказать, острыми моментами, где говорят, что, так сказать, товарищи рабочие, давайте уже займемся делом. Ну, и это вот такое, значит, замечание. А еще хочу сказать, что, ну, вообще, вот, как-то у нас организация рабочего движения профсоюзов идет целиком по Ленину. Потому что, вот он говорил, что диктатура пролетариата, это означает то, что именно городские, фабричные, заводские и промышленные рабочие способны возглавить, да, всю массу трудящихся. Ну, вот мы видим на примере литейщиков, что очень даже хорошо ребята, у которых серьезные условия труда, скажем так, охотно вступают в профсоюз, да, охотно занимаются, вот, образуют уже раз и готовы, профсоюз к нам, можно сказать, приехал, есть, порадовали, да. Вот, вот такие дела. Да, приехали, так по-другому, скажем, вот, работникам общепита, вот, человек в следующий раз поделится, как у него дела обстоят. Мы вот, в наших депо там тоже свои особенности, то есть, некоторая разрозненность есть, да, там, вот, по сравнению с теми предприятиями, где, вот, серьезные условия труда, большое количество людей, ну, и так далее. Там надо, надо же смотреть, почему именно городские, фабричные, заводские, рабочие, есть много факторов. Это важно не забывать, вот я тоже считаю. Ну, а так, вообще, конечно, пожелания самые лучшие, я думаю, дело у нас пойдет, но нужно работать и, с одной стороны, осторожно, а с другой стороны, активно, поспешать. Это как горячий чай пить в больших количествах, наверное. Поспешать, наверное, надо. Ну, вот так вот, спасибо, да. Гирь Павел Юрьевич, слесаремойник Самарской ГРС. Неоднократный уже участник Российского комитета рабочих. Хочется сказать, что, что, ну, да, этот комитет прошел очень бодренько, очень так, хорошо, прям, вышло. Обычно там долго у нас много правок по принятию постановления, в этот раз быстро расстрелялись. Видимо, все очень слаженно, все замечательно. Что еще хочу важное сказать? Хочу сказать, что для рабочих, в первую очередь, что это место РКР, где вы можете поделиться своими самыми темными, тяжелыми условиями, переживаниями и найти в этом темном туннеле свет, выход из этого всего. Потому что здесь собираются товарищи. Мы все с вами товарищи. Потому что мы боремся все в одном, в этом, во всем. За наши условия, за то, чтобы рабочий класс в стране жил, развивался и становился главенствующей силой в стране. Потому что на рабочих все держится. Не будет рабочих, не будет России. Поэтому, дорогие товарищи, в первую очередь, рабочие, приезжайте сюда, делитесь. И мы все вместе, вопрос этот решим, коллективно, вместе. Большое спасибо. Людов Евгений Борисович, Сесарь, Первый автобусный парк. Я тоже неоднократный участник российского компетента рабочих. И могу сказать, что мы все меньше и меньше жалуемся, и все больше и больше даем дельные советы. Я вот узнал, что есть городские объединения рабочих. И буквально перед этим РКР меня позвали даже на городское объединение рабочих. Обязательно схожу, узнаю, что это такое. И, мне кажется, мы добьемся успеха. Потому что наша победа предопределена. Ведь известно всем, кто прогрессивный класс. Известно всем, кто тянет нас назад. И наше дело правое. Победа вы за нами. Здравствуйте, товарищи. Левенков Кирилл Сергеевич. Первый раз на комитете. Одно, конечно, дело наблюдать это со стороны. Внутри, конечно, оно все намного ближе и лучше. Я из Нижнего Новгорода. Сказать хочется такой момент. В промышленном городе, где проводится комитет рабочих. Мало рабочих от Нижнего Новгорода. А в целом, я думаю, это изменится. Все. Корчагин, электросталь. Я здесь тоже первый раз. Ну, у нас в городе много заводов. Но, в принципе, моей специальности бежать некуда. Из-за только к ребятам в Тюмень. Самой близкой. Поэтому приходится как-то бороться. Ну и видно, что вот хорошо, когда люди друг другу подсказывают. Это очень полезно. Спасибо. Все. Корин Павел. Новосибирск. Кирпичный завод. Леговор. Против нас ведется объединенная борьба капиталистов-эксплуататоров. Я рад, что все-таки есть какой-то адекватный ответ в лице таких рабочего комитета. Комитета, как правило, российский. Комитета, как правило. Да, комитет, извиняюсь. Я рад, да, что со всеми вами познакомился, товарищи. Как бы постараюсь посещать как можно, ну, без пропусков, в общем, так. Все. Спасибо. Никимов Евгений, подручный Столивара, Тюмень. Ну, я на комитете тоже первый раз. Поэтому когда у меня на работе случилось, да, начали руководители прессовать, ну, ехал сюда, ну, как бы дальнейших действий я своих, что мне делать, я, ну, не знал. Ну, надеялся, что мне подскажут. Ну, и на комитете оно так и получилось. Мне, на данный момент, я уже знаю конкретно, что мне делать, как мне делать мои дальнейшие действия. И всем хочу сказать, всем большое спасибо за советы, за поддержку, ну, и вообще за все. Большое спасибо. Спасибо. Федя Андрей Анатольевич, город Королев, оператор станков ЧПУ, ну, председатель мандатной комиссии РКР. Хотел бы сказать, что ну, действительно, и людей больше становится, рабочих, что приятно, хотя прикинуть, если на всю, на всю РФ, то пока еще недостаточно. Вот, много полезных вещей люди здесь разрабатывают, много интересного слышишь, и нового, и, казалось бы, уже нового ничего, и придумать нельзя, тут, но все равно, что-то еще находится. Потом, я лично, как бы, у нас на работе условия достаточно очень благоприятные, и я всегда себя хорошо чувствовал, все было хорошо у меня, и с зарплатой, и с жильем, и с условиями труда. Я не знаю, я вот из-за других людей как-то, я слушаю, как работают шахтеры, какие у них условия, как литейщики, как поповар вот вышел. Я давно, с 99-го года, искал какую-то структуру, партийную я искал поначалу, чтобы вот как-то влиять на эту ситуацию. Я не знаю, как-то интуитивно или что, мне казалось всегда, что это меня касается тоже, и если сейчас меня не касается, меня коснется завтра, потому что это, ну, не надо 7-5 девалов, может быть, даже капитал читать, но это заметно, что вокруг тебя осыпется, ну, не только предприятие, а даже ваши знакомые, соседи, или как вдруг, он сегодня на машине, вот знакомый, сосед один ездил и кричал, что все хорошо, потерял работу и остался без денег, и продал машину, побежал на выборы голосовать за КПРФ, на тот момент времени еще тоже. Ну, перемены, они даже в отдельно взятых людях заметны, и просто я лично не хочу ждать чего-то более худшего, хотя последние самые худшие у меня 3 года, и я, конечно, ну, в силу семейных, объективных каких-то причин, не имею возможности вообще, как бы, чем-либо заниматься, но я все равно не могу бросить, выйти, у нас некоторые там партию бросают, или еще, что говорят, сил нет, пятый, десятый. Ну, у меня сейчас, а? Да, там кого-то жена. Ну, если мы не будем, вот, все-таки так собираться, объединяться, и особенно, если все это, вот, что здесь говорится, и рекомендации, которые вырабатываются с таким большим трудом, приездом сюда вообще всеми мероприятиями, материальными, организационными и так далее, и трудовыми подвигами, как вот, я просто восхищаюсь некоторыми людьми, подручными, стелеварами, я бы хотел даже сфотографироваться с товарищем, если он мне позволит. Вот. У нас же стоят помехи, и некоторым рабочим с периода семнадцатого года, я думаю, когда-то это повторится. Вот. Я думаю, бросать это нельзя, и все эти рекомендации должны как-то все-таки находить практическую, практическую какое-то решение на какую-то работу, во что-то выливаться практическое рано или поздно. Конечно, не знаю, как от себя это требовать, я стараюсь, работаю, но, говорю, у нас с людьми работать сложно, много в белых халатах, рабочие, да, но, очень все как-то так хорошо, все радуются, что мы пережили все кризисы, действительно, все кризисы пережили, и без особых катаклизмов, вот, как-то так, но все равно, несмотря на то, что у меня заявление на увольнение как бы там лежит в сейфе директора, я распространяю газеты, общаюсь, так далее, ну, в рамках, так, может быть, на кромке какой-то хожу, и я замечаю, что люди, которые вчера как бы еще, ну, коллеги мои как бы, махали рукой, и говорят, что это все ерунда, то-се, ну, они сегодня по-другому разговаривают даже с руководством и о реальном содержании зарплаты, о, там, отгулах, о выходных, об отпуске, что это ихняя жизнь, что им нужно быть с ребенком, что пятое-десятое, что он работает ради жизни, а не наоборот, очень много интересных вещей происходит, это правильно, это хорошо, и, может быть, даже сейчас вот некоторые говорят, что не видно ничего, но не видно так, может быть, невооруженным глазом не видно, что, ну, вот там прям таких забастовок нет, да, таких ярких на всю страну, что прям вот, но зато мы условия готовим, и мы должны их готовить, и не останавливаться, и не слушать, что там, может быть, где-то мало применяется, как-то практически что-то, ну, применяется, и мы все-таки создаем условия для того, чтобы что-то родилось новое, это можно сказать, мы в начале просто находимся, оно всегда, начало такое, знаете, и есть начало, но вот, может быть, оно маленькое, должно стоять больше, что больше, я призываю всех, чтобы люди, которые сейчас более-менее благоприятно себя чувствуют, но все-таки, я по опыту вижу, что до всех потихоньку докатывается очень нехорошая волна там и безработицы, и безденежа, и так далее, чтобы этого не было, давайте собираться, и не только здесь, и присоединяться к тем товарищам, которые ездят на каких-то предприятиях, или просто в городах, есть везде вот газеты, реквизиты в газетах, все города, где можно просто позвонить товарищам, и проконсультироваться, сказать о каких-то своих недостатках на своей работе, о своих каких-то там коренных интересах, где они вот нарушаются, ущемляются, и что можно с этим сделать, ну, можно уже будет общаться вместе, как-то консолидироваться, буржуазия очень консолидирована, она очень, даже, даже услуги буржуазии, вот, меня кабальную сделку заключал тут в Оренбургской области у нотариуса, мне в институте юридическом говорили, что ни один нотариус никогда не пойдет на левую сделку, еще чуть-чуть, но у моего брата, жена, с удостоверением этого судебного департамента, договорился, практически без документов, сделал сделку по продажу доли дома, но, ну, вот, представляете, как люди друг друга видят и как они входят в положение сразу, вот, неважно, причем они понимают, что это сволочь и тварь, ее нужно убить, вот сейчас прям здесь, палкой поганой какой-то, ну, они вот берут и помогают тут же себе, вот, потому, ну, рабочие, я считаю, должны быть, ну, не менее, не менее мобилизованы и не менее друг друга понимать и относиться хорошо и видеть, что мы все, ну, не враги друг друга, а помощники, вот, потому, что только, вот, сообща мы вместе, мы что-то из себя представляем, а в разрозненные, ну, мы ничто, когда, вот, как там, говорить, кто был ничем, тот станет всем, вот, но всем мы станем только тогда, когда? Когда станем все. Когда все встанем, немножко приподнимемся, да, и давление, оно, знаете, ведь, оно же давление равномерно распределяется по площади, если одна голова поднимается, тяжело, вот, все по чуть-чуть, по чуть-чуть, это, мне кажется, даже без проблем. я не могу понять до сих пор, почему вот как-то с 90-х годов я там ищу, где, с кем, консолидироваться, объединиться, люди другие, до сих пор как-то шарахаются от того, что ты говоришь, что мы должны где-то что-то сделать практически, теоретически что-то осознать. На лекции приглашают там товарищей, создал ватсап-группу или еще что-то там, все, но, принудительно, но за ноги, конечно, не могу тащить там, но, вот, РКР, конечно, это сильная, это бомба в этом отношении создания условий для социализма, конечно. Было очень приятно находиться, видеть всех здесь с разных городов России, то, что вообще есть люди такие активные, как-то воспринимая, духом воспринимая, можно сказать. Спасибо всем. У нас креплено. Соловьев Василий Феликсович, электрогазосварщик, город Ленинград, Петербургский тракторный завод. Ну что, как я уже давал свои выступления, что вот нас бьют, 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 а мы только это все терпим. Я думаю, что пора уже давать отлук. Вот, и все впереди, и все в наших руках. И если мы объединимся, вот как уже говорили, то мы победим. Все. Горбышный Сергей, электромонтер, работник Росталь. Я работаю в предприятии магистральных электрических сетей. Это электрические сети по всей России. Наследие Гойл-Ро плана. Строительные леса для промышленности, как в плане указано. В общем, я хочу сказать, что российский комитет рабочих, это мероприятие, где не просто рабочие, а делегаты от рабочих коллективов собираются и обмениваются опытом борьбы. Такого нет больше в России мероприятия. И вот мы знаем, что собственники СС-производства, капиталисты, буржуи, это как кто как называет, у них полно таких мероприятий, у них постоянные семинары, экономические форумы, и они собираются и рассказывают друг к дружке как с рабочими бороться, как давить профсоюзы, как свои собственные профсоюзы создавать. И у них это хорошо получается. Очень. Вот. И поэтому всех трудящихся я призываю приезжать, российский комитет рабочих, объединяться с товарищами, потому что другого такого места нет, и больше нигде поддержки вы не найдете. И многие думают, но от многих слышно, слышны такие выражения, что ну мы не занимаемся политикой, мы вот там где-то переждем, переживем. На самом деле нет, это только слова. Если вы трутись где-то, то вы участвуете в политике и вы участвуете в борьбе, ну вы можете делать вид, что этого не замечаете и сами не бороться, но капиталисты с вами борются каждый день, они собираются и это их работа. Вот у нас предприятие, 22 тысячи человек сейчас, а 6 лет назад было 27 тысяч, 25 тысяч, 27 тысяч человек. И вот у нас директоров есть, правление, там 17 человек. И вот они например в 17-м году это все в открытом доступе, никакой секретной информации нет. Пишут вознаграждение на 17 человек 340 миллионов, то есть это по 20 миллионов на каждого, а у рабочих, у обычных там 500, 600, 700 тысяч в год они получают, а вот эти директора там получают по 20 миллионов в год. И вот а чем они занимаются, да? Тоже это все в открытом доступе, они протоколы своих собраний выкладывают. Вот они например пишут в целях повышения эффективности деятельности и оптимального использования технологических ресурсов общество проводит последовательные мероприятия, направленные на повышение производительности труда. Это хорошо. И снижение операционных расходов за счет оптимизации расходов на содержание персонала. На содержание персонала. То есть это что получается это кто кого содержит. То есть получается они содержат персонал и пытаются снижать расходы на производство и снижают расходы на содержание персонала. Кто кого содержит это? Это вот 22 тысячи человек это они зарабатывают там выручка почти четверть триллиона в год. Это они зарабатывают и это они содержат вот этих нахлебников которые сидят там и пишут а давайте им там премию уменьшим вот премия она же работодатель какую хочет такую устанавливает и у нас по отраслевому соглашению дексации есть зарплаты а премия это на усмотрение работодателя и вот она чуть растет 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 а потом раз премия понижается приказом и все на таком же уровне как и несколько лет назад останавливается и вот то есть они такие решения принимают и мы содержим этих людей мы содержим этих людей которые на нашей шее сидят и из нас все соки тянут и вот кстати буквально в пятницу в пятницу новость ну вот у нас предприятие магистральные энергетические сети а над нами еще одна структура есть которая объединяет не только магистральные а еще и местные городские сети и вот сейчас сейчас найду в общем коммерсант коммерсант пишет вчера ну много кто писал но чтобы сослаться коммерсант пишет возбуждено уголовное дело по факту хищения 10 миллиардов рублей 11 человек задержали это вот в этой структуре которая над нами теперь то есть мы содержим этих людей которые воруют наши деньги которые пишут что давайте еще там понизим зарплату которые используют повышение производительности труда не в целях понижения рабочего времени а в целях сокращения численности персонала и вот по телевизору там правительство много рассказывает что надо безработицы бороться и все говорят да да правильно молодцы надо бороться но какие реальные шаги бороться с безработицей надо снижать рабочий день и если он будет снижаться быстрее чем снижается суммарный фонд рабочего времени вследствие повышения производительности труда тогда потребуется нанимать дополнительное количество работников и сократиться безработица это все математически просто и понятно но этого никто не делает а делается по факту наоборот производительность труда растет фонд рабочего времени снижается и рабочий день остается на прежнем уровне а вместо этого снижается количество работников вот у нас за 5 лет там порядка четырех пяти тысяч сократили работников вот и и все все оставшиеся то есть надо всем понимать что мы это все обеспечивают все трудящиеся это все обеспечивают и вот кто ходит и говорит мы вне политики но вот вы вне политики вы можете говорить что угодно по факту вы обеспечить вот этих нахлебных паразитов которые нас паразитирует и нет другого места где рабочие бы собрались и решали бы как нам с ними бороться и что вообще с этим делать поэтому я всех трудящихся призываю приезжайте на российском метро рабочих и участвовать в борьбе активно объединяться и сам факт существования российского метро рабочих и вот выступление людей они показывают что только коллективные действия не только борьба только наступление она может привести к победе потому что даже если защищаться то защищаться но вы останетесь на том же уровне в лучшем случае да а чтобы двигаться дальше да и иметь ситуацию надо нападать а чтобы нападать на активные действия производить и вот кто-то думает ну вот это же время надо тратить там разбираться что-то читать ездить можно же поехать на шлыки да погода хорошая можно тут посидеть и поболтать там о чем-то но надо понимать что если это будет массовое участие и вот в профсоюзе там тысячи людей если каждый по минуте потратить и когда тысячи минут это колоссальное время суммарное и вот каждому достаточно по 10-15 минут там в день тратить на профсоюзную работу на изучение каких-то теоретических материалов и законов и если это будет каждый делать то эффект будет колоссально от этого и поэтому я еще раз призываю всех приезжать и активно вступать в классную борьбу потому что ну середины нет либо будет хуже либо мы что-то будем делать и будет улучшаться жизнь и отсидеться не получится даже вот авиодиспетчеры у которых самый лучший стране коллективный договор и у них и пенсионный возраст там они вообще на это внимание обращают на всякие эти законы там индексация инфляции вообще барабан них такая зарплата что они не замечают даже даже они все равно на них каждый раз их работодатель тыкает и проверяет где там где отщипнуть у них где когда они ослабнут вот кто-нибудь ковалев уйдет там и наверняка там уже готовится как вот у них все это отнять и как бы себе эти вот деньги захопать а не платить авиодиспетчером поэтому нужно не сидеть участвовать активно и приезжать на российский дед рабочих илья лавилов петербургский трактный завод работаю шлифовщиком вот председатель цехкома карманного профсоюза создали независимый профсоюз с ребятами ну то есть провели учреждение собрания все как положено честно говоря приехал сюда чисто на разведку увидеть где вот другие профсоюзники где делегаты от рабочих коллективов чем занимается на кого можно действительно там ну грубо говоря если рабочие движения так таковы и вот я приехал сюда и не разочарован наоборот вижу что все начинается что в будущем нас ждет большое крупное рабочее движение что мы этого паразита со своей шеи скинем капиталисты обязательно другого просто не будет а так у нас на заводе до начинается рабочие движения да все еще в зачатке даже есть у нас марксистский кружок мы привлекаем рабочих туда потихонечку вот конечно людей не совсем так уж прям много но могу сказать что у меня вот телефон весь день вчера отрещал рабочие спрашиваю ну чё ну как съезд им интересно они хотят узнать что кто-то действительно там на борется с капиталистами что они одни они вы на этом поле что действительно есть смысл бороться ну вот о чем я хотел сказать что нам все нужно объединяться рабочим мы все братья спасибо уже товарищи сложно в год говорить завершение калит валентин сопредседатель российского комитета рабочих сопредседатель независимого профсоюза россии мы вас мы вас не забыли я имею ввиду вот предыдущие выступления товарищ фидин товарища горбушкина есть действительно уже что показывает значит российский комитет рабочих показывают сознательный уровень присутствующих здесь представителей трудовых коллективов о чем это говорит это говорит о том что люди уже осознают эту борьбу уже участвуют в этой борьбе люди осознают свой интерес за что бороться чем рисковать как объединяться здесь часто звучат слова солидарности слово знание наверное это вообще такое определяющие да потому что без получения каких-то определенных знаний сложно как-то и организовывать эту борьбу всю и вообще вести себя ведь человек себя чувствует свободней когда обладает определенными знаниями до свободу мы все прекрасно понимаем это господство над обстоятельствами сознанием делом когда это господство человек обретает для него нет нерешенных задач просто как бы уже идет планирование такое что он обязательно добьется успеха просто эту дорогу к успеху надо построить да и только кто не боится вот этой круче как говорил макс до добьется сияющих вершин я все-таки призываю идти к этим сияющим вершинам они вылазить из-под земли переставать быть подпольными ну на каком-то этапе да все-таки движение вперед хватит бояться объединяйтесь действуйте для этого сегодня есть как бы объективные причины тем более еще раз повторюсь для тех кто уже свой интерес осознал то есть кто еще его не осознал ему наверное понадобится также наша помощь помощь наших товарищей на местах сегодня география российского комитета рабочих расширена до уже до таких пределов что на следующий рк р возможно мы здесь все и не уместимся да потому что уже от новосибирска доезжает люди долетают до нас да а не ровен час что и с находки к нам прилетят так что еще раз повторюсь наше дело право и победа за нами ребята действуйте организовывайтесь еще хотелось бы сказать и такой акцент сделать на акции солидарности не умалчивайте то что проходит у нас коллективах пожалуйста есть у нас есть печатные по издание пресса да есть телефоны контактируйте друг друг с другом через кого-то как-то вот эту связь это самое ценное вот эта рабочая связь это самое ценное сейчас при таком количестве медийности при это неубиваем а то есть заблокировать нас невозможно нам рты не закрыть и это по крайней мере уже наше руководство на местах это знает что люди железные они собрались улучшать свои условия мы это делаем не для себя мы это делаем для всех для тех подрастающих поколений чтоб класс был жив и завершил как бы пришел потому что мы видим как бы на данной на пике спасибо за внимание я очень рад очень впечатлен тоже что это наш семинар сегодня прошел в живой в такой атмосфере как вот уже товарищ федин сказал это подбадривает всем бодрости духа победа за нами спасли товарищ кузнецов кузнецов предприятие киров энергомаш город ленинград я приезжаю сюда если не не первый раз и вижу что тут чем тут занимаются многие скажут мы занимаемся отстаиваем отстаиваем отстаиванием прав рабочих мы значит за повышение зарплаты и так далее а можно это назвать иначе здесь происходит формирование пролетариата в класс потому что когда класс организован он непобедим никакая буржуазия ей не страшно другое дело что чисто экономическими требованиями буржуазию ведь не победишь можно каждый может получать по миллиону рублей а буржуазия всегда поднимет цены и собственно говоря одна буханка хлеба образно говоря будет стоить этот самый миллион значит нужны какие-то более такие действенные меры чтобы так сказать пролетариат наконец-то пришел к власти и установил свою диктатуру да вот теперь ну что еще хочется сказать вот я о кировском заводе немножко расскажу пришел я на этот самый кировский завод а до этого я я же полвека назад пришел окончил птву пришел на работу токарем тоже я должен сказать что тогда и оборудование и методы работы и технология были более прогрессивными того что я увидел сейчас оборудование все ему место просто на свадке мы сон покупают то есть мы сейчас откинуты на полвека назад как конечно есть современное оборудование современные санки с числовым программным управлением но в основном люди работают вот так как работали но не полвека назад тем более на таком вот раздолбанном оборудовании с таким инструментом очень трудно подтвердить свою квалификацию очень трудно подтвердить свою квалификацию состояние вот там вот что порадовало что в принципе коллектив то там молодой в основном вот такие как вы да даже помоложе есть старики вроде меня но вот и они то кстати сказать и состоят в фанперовском профсоюзе а все остальные о профсоюзе ничего и не слыхали там ну я вот только пришел я только три месяца отработал у меня прошел испытательный срок меня уже взяли уже официально туда вот ну что еще могу сказать что в принципе буржуазия она ведь пытается все время заигрывать с работягами какие-то там подачки им все-таки чувствуется предприятие большое она как-то кидает вот например у нас производ за эти три месяца произошла индексация у нас заработная небольшая но произошла у всех в том числе и у меня вот в цеху например функционирует столовая столовая очень хорошая с дешевыми ценами и люди очень довольны начальством там еще заигрываю начальство заигрывает значит висит стенд выносите ваши предложения по улучшению и так далее как улучшение то у нас может быть одно вы нам отремонтируете станки оборудование да 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 мы знаем мы все все прекрасно понимаем но так сказать вот дайте в срок мы все исправим и ничего не исправляется потом потом вот ну что еще я хочу сказать хочу сказать вот этим членом инициативных групп которые создают новые профсоюзы это конечно очень здорово но нужно все-таки работать и в старых профсоюзах собственно говоря почему в основном вот эти фэнпэровские профсоюзы они оказались неработоспособные в новых условиях потому что и начальник и рабочий состоят в этом в этом самом профсоюзе естественно начальнику ему выгодно чтобы лидером этого профсоюза был тот человек который ему лоялен почему собственно вот очень буквально единичные лидеры фэнпэровских профсоюзов являются настоящими профсоюзными лидерами а вот такой профсоюз как защита в котором я состою он это классовый профсоюз не уходит только рабочие естественно рабочие они свои за свои права и борются поэтому нужно создавать именно вот классовые профсоюзы причем еще еще вот о чем мне хочется сказать все таки нужно использовать те возможности которые предоставляют буржуазии что я имею ввиду ведь лидера вот это классового профсоюза его очень легко уволить поэтому мы что делаем мы вводили людьми меня вот в частности вводили людей в избирательную комиссию вот у нас на носу выборы ввести ввести человека связаться с какой-нибудь левой партии с кпл с той же самой конечно они коммунисты только по названию но связаться с ней и они в общем-то рабочего человека могут ввести в эту самую избирательную комиссию и тогда по закону его нельзя не уволить не сократить понимаете сократить нельзя а уволить его могут 81 статья пункт 2 только ну вот я вот сидел со мной долго возились прежде чем меня выгнали в конце концов выгонят выгонят но зато повозятся очень-очень здорово и потом почему вот допустим вот мы рабочие люди да опять же на нас улыбок почему бы нам не выдвинуть своего лидера куда-нибудь да нет я я серьезно ленин не забывайте что даже в царской думе даже в царской думе сидели рабочие а потом они сидели еще дальше я знаю они плохо закончили но тем не менее эти люди ушли достойно ведь не нужно быть наивным человеком и не понимать что не конечно никого никто рабочих во власть не пустят а вот используя этот административный ресурс когда тебе предоставляется возможность выступить в средствах массовой информации причем бесплатно по закону и ты мог ты можешь рассказать о своей программе ты можешь сказать существует такой российский комитет рабочих потому что осуществление такого комитета вот если спросить вот сейчас на улицах а никто не знает и люди узнают о существовании комитета рабочих существование рабочей партии россии не брали спрашивайте пусть только нас во власти не пустят не пустят Не пустят. Сейчас не пустят. А потом пустят. А мы потом спрашивать не жмали. Да, ну хорошо. В принципе, вот в чем, что я хотел сказать. Спасибо. Здравствуйте, товарищ Максим Заварин. Город Семень. Водитель пассажирского автобуса. Для меня, конечно, большая честь присутствовать на собрании Российского комитета рабочих, что есть возможность и выступить, и послушать ваше выступление, и пообщаться в куварах. Конечно, все уже, в принципе, сказали. Те же мои впечатления, эмоции и то, что я вижу здесь. Хотелось бы что еще подчеркнуть, то, что товарищ Кальвиц сказал, о солидарности. Да, и Российский комитет рабочих развивается, и солидарность, которая здесь проявляется, она тоже развивается. Вот, и я думаю, скоро придет то время, когда наша солидарность и рабочих, и трудящихся, нерабочих, да, будет проявляться не только в теоретическом плане, да, в обсуждении, в консультации друг друга, но и именно перейдет в практическую область, то есть в каких-то коллективных действиях и так далее. Вот все, что я хотел сказать. И спасибо большое всем, спасибо за приглашение, потому что я не планировал ехать. Позвонили буквально за три дня до комитета. Я, конечно, очень обрадовался и поехал. Спасибо большое всем. Товарищи, я тоже хотел сказать, что рады очень, что приезжают люди, которые действительно борются. Вот, и Тюмень, вот, хочется тоже проявить какую-то солидарность, поддержать эту борьбу в сложных условиях, действительно, люди находятся. У нас, на нашем предприятии сейчас вот, как бы, вот нас согнали, да, вот отрасль, да, вот капиталисты что делают? То есть предприятия, они банкротят там, их переносят, как бы, вот в одно место, да, для чего это делается? Ну, наверное, не для того, чтобы рабочему классу лучше было, лучше жилось вот там. Вот, то есть уже ухудшение, то есть мне до работы, значит, надо ехать, и чтобы давить вот организованную, то есть чтобы вот там тысячи, да, рабочих, пять предприятий согнали в один концерн. Вот, и будут постепенно, и там так и говорят, что начальник, ну, вот этот новый, который узнал, что это самое, ну, там, да вы тут вообще, говорят, ну, жируете, короче. Что будут, будут, как бы, все вот к одному знаменателю всех приводить, все это премии резать, короче, все. То есть без борьбы деваться некуда. А, и потом ты уже не убежишь, как бы, да, вот эта тактика, что там, ну, вот здесь, как бы, совсем плохо, я пойду в другое место. Во-первых, ты там пока, ты опять там, значит, покажешь себя, кто ты, что ты, да, это тоже время пройдет, то есть пока ты, может быть, несколько лет там, да, у детка, что ты на нормальный уровень выйдешь. Вот какой-то, вот, то есть и таких предприятий-то все меньше и меньше становится. Вот в чем дело, что уже не побегаешь ты никуда, как бы, а про регионы я вообще молчу, там, ну, вообще ли сложнее все гораздо. Ну, и у нас тоже не сахар жизнь. Поэтому деваться некуда, вот, товарищи рабочие, я вот призываю тоже, приезжайте, пока, пока есть еще вот такие крупные предприятия, пока не все потеряно, производство наше еще, как говорится, есть, есть за что бороться, вот, и вот, поэтому, конечно, очень важно именно чувствовать поддержку, что люди здесь приезжают с серьезными намерениями бороться за улучшение, за общее дело, за дело рабочего класса, вот, и вот, это очень важно. Я вот с таким воодушевлением сюда ехал, и отсюда выезжаю тоже не менее наполненный, да, как-то вот туда, это очень помогает, такая, вот, то, что вот сюда приезжают люди, что поблагодарите тоже уважаемых наших интеллигентов, которые кто-то вот думает о нас, думает о нас, простых работягах, это же, вот, может быть, ночью не спит, там, да, это самое, что-то пишут, там, это самое, поправки, постановления, это тоже дорогого стоит вообще, вот, так что всем спасибо, товарищи, приезжайте, давайте сюда тоже агитировать, чтобы народ приезжал, правда, уже вот скоро, скоро уже это, некуда будет сажать рабочих, если так пойдет, сделает. Ну, ничего, придумаем, да. В общем, товарищи, всем успехов на борьбе, на своих местах, на рабочих, и наше дело правое, победа будет за нас. Иванюк Артем Сергеевич, город Электросталь, металлургический завод Электросталь, инженер. Уважаемые товарищи, я сюда приезжаю уже пятый раз, и хочу вспомнить свой первый приезд, я вот сидел вот там вдалеке, и боялся выйти сюда, сказать слово, потому что думал, что у меня вообще ни опыта нет, ни знаний, но на самом деле так оно и было, и что хочу сказать, РКР это для всех нас не просто, как бы, место встречи, которое изменить нельзя, конечно же, это школа, это школа обмена опытом, ценнейшего опыта, которого больше, по сути, и нигде и нет. Вот, и выражаясь металлургическим таким языком, мне приятно видеть наших коллег из Тюмени, вот, жидкий расплав имеет определенную температуру, у него при понижении температуры есть две точки, точка ликвидус, когда начинается кристаллизация, и точка солидус, когда она заканчивается. И при кристаллизации берется центр кристаллизации, откуда растут дендриты. Так вот, РКР в таком металлургическом понимании, это как раз центр кристаллизации. Я хочу сказать, что мы свой дендрит электростельский строим. Я вижу, что строятся дендриты уже в Тюмени, в Ленинграде, в Новосибирске, в Екатеринбурге, везде. И хотелось бы, чтобы как можно скорее у нас жидкая фаза наконец-таки закончилась, мы закристаллизовались, прошли вот эти все фазовые переходы и стали единым монолитом. Вот, и также хочу сказать, что для меня вот лично дает РКР. Возвращаясь в электросталь, мы эти знания распространяем у нас уже в электростале. И какой у нас есть результат? Нам, Сергеем, звонят люди, я не знаю, где они находятся телефоны, в газете, где-то там в социальных сетях под нашими роликами, но нам звонят и спрашивают, ребята, подскажите, что делать. И мы также сотрудничаем с нашим электростальским телевидением. Вот как бы это парадоксально не звучало, но буржуазное телевидение нам периодически звонит и говорит, ребят, какие у вас есть материалы, что можно там в эфир поставить. Так вот осенью, например, поза той осенью мы сотрудничали, очень часто работали по конфликту трудовому на Ногинском хлебокомбинате, многие, наверное, знают. Этой осенью мы освещали, помогали освещать конфликт трудовой на ООО «ОКБТМ» у нас на строительной переулке в электростале. Но самое главное, то что РКР дает знания, которые видят в вашем окружении и к вам идут советоваться. Сначала просто советоваться, потом, как вот Виктор Николаевич Корчайгин, который также с моего завода приехал, вот он вчера вечером мы общаемся, он говорит, слушай, как много знаний-то, и страшно даже становится, что я этого не знаю. Знаете, вот Чапаева смотрели, когда Василий Иванович говорит, ты вот знаешь, и мне надо знать. Мне кажется, нам вот так вот надо двигаться. И хотелось бы коронный свой вопрос, любимый, задать. Поднимите, пожалуйста, руки, только честно. Кто от корки до корки кодекс трудовой прочитал? Ну, товарищ, плохо. Слушайте, а как тут вы собираетесь бороться, не изучив вот эту базовую основу, которую в киоске на 100 рублей можно купить? Согласитесь, да? Это ужасно, это отвратительно. Поэтому прошу вас к следующему РКРу этот пункт обязательно исправить. Также мне почему-то, для меня странно, почему не прозвучало ни разу у нас упоминание о Красном университете. Потому что Красный университет – это также база марксизма, ленинизма, которая сегодня единственная вот такая база есть, больше нигде такого нет. И одним кодексом трудовым, как говорится, в знаниях ты сыт не будешь. Нужно марксизм-то изучать все-таки в трех его источниках вместе. И также я хочу напомнить, что есть книга Александра Владимировича Золотова, нашего консультанта «Развитие профсоюзного движения». Что мы здесь не просто за зарплату боремся и за улучшение условий труда. Мы должны цель-то конечную все-таки не впускать из виду. И понимать, что двигаемся мы к возрождению советов, как организационной формы диктатуры пролетариата. Поэтому, дорогие друзья, я очень рад, что много новых знакомств я здесь приобретаю. Приобретаю ценнейший опыт, который мы с Сергеем Горбушкиным распространяем в электростале. И я вижу позитивное движение к прогрессу. Это самое главное. Мы не топчемся на месте. И надеюсь, что осенью мы уже встретимся. Будут новые люди. Будут новые победы, как говорится. Станут новые бойцы. Да. Спасибо большое. До встречи в общем-то. Уважаемые товарищи, вы знаете, что на этой заключительной части правилом является то, что консультанты не выступают. Да, но я прошу об освещении. Вы поймете, что это не просто такое пожелание обоснованное. Но уж раз я вышел, я все-таки хочу сказать о том, о чем здесь тоже говорили. Один раз я позволю, раз в 27 лет. Значит, я хочу напомнить, что Российский комитет рабочих провел свое первое седание в феврале 1994 года. И это кто был тогда? Кто был тогда? Пусть и дителем, ну и главной дающей силой. Вот полсоюзная организация Москового порта Санкт-Петербурга, докеров полсоюзной организации. Были у нас представители профсоюзов из Нижнего Новгорода. Владимир Михайлович Кудрябцев представил тогда профсоюзную организацию. Значит, Василий Иванович Шишкарев, защита УЗИЛа. Она никогда не была большой, она была достаточно влиятельной. Настолько влиятельной, что Василию Ивановичу тогда удалось через большое, тот профсоюз, большой по численности, да, неофициальный, а вот со своим действительным профсоюзом настоящим, вот через тот большой альтернативный профсоюз провести проект Трудового кодекса, предусматривающий норму о согласовании всех решений профсоюза, страны администрации. Вы, люди, которые, так сказать, смотрели Конституционный Говор, знают, что это такое. Вчера об этом говорили. Вот были такие люди. Значит, шло время, и вот теперь мы видим, что в силу ряда причин нет с нами, вот тех учредителей, которые были, я имею в виду профсоюзную организацию докеров, я не имею в виду людей даже, а организации. Нет профсоюзной организации ЗИЛы, как и ЗИЛы самому нет, даже, по-моему, названия территории ЗИЛы нет, да. Нет завода электромаш, кстати говоря, поэтому нет профсоюзной организации электромаши. Соответственно, нет представителей от завода электромаши здесь. И вот это могло бы вызвать грусть, но не у тех людей, которые в самое сложное время вели линию на организацию рабочих, на то, чтобы держать штаб рабочего движения, в который всегда могли прийти новые силы с тем, чтобы дальше развернуть эту работу. Вот как в армии есть кадрированные части, есть развернутые, вот тут такая была ситуация. И вот вчера мы говорили с Михаилом Васильевичем. Я думаю, что мы с вами понимаем, что Михаил Васильевич был с самого начала консультантом Российского капитета рабочих, да и в каком смысле и организатором. Он никогда не был членом, да, потому что с самого начала мы разложили тот принцип, что делегируются только рабочие, да. Но он с самого начала был в числе организаторов Российского капитета рабочих. И вот когда я ему рассказал о том, как прошел первый день нашего заседания, он сказал, Александр Владимирович, ну что ж, вот мы пожинаем плоды той работы, которая началась 27 лет назад. Я, Михаил Васильевич, вполне понимаю. Потому что действительно пришли новые люди. Вот география расширилась. И мы видим, что, наверное, кто-то может и проиграть, кто-то. Но уже рабочий класс переходит к контр-вступлению. Это видно. Да, борьба еще долгое предстоит. Но вот когда такие силы собираются, твердых людей, грамотных людей, сознательных людей, можно сомневаться, что, так сказать, это движение не остановит. Ну вот это я хотел сказать в свои впечатления. А теперь, значит, товарищи, вот я говорю о том, что люди интеллигенции не спят ночами. Никто не спят, никто их пересыпает. Это результат такой, что бывают некоторые ошибки. Вот хотел бы обратиться к вам, чтобы вы помогли исправить эту ошибку. Так принципиально нет возражений? Нет. А теперь я хочу сказать, что это за ошибка. Значит, у нас есть четвертое постановление. И оно уже принято в целом. Я прошу к президиуму, соответственно, обращаюсь к президиуму, чтобы возобновить премию. И вот чуть-чуть нести правку в это постановление, потому что по нашей технической ошибке мы не озвучили предложение, которое внес Михаил Васильевич Популов. Ну и о котором вчера мы говорили, в принципе. Это не вызывало. Ну вот, помогите исправить эту ошибку. Уважаемые товарищи, есть предложение, кто за то, чтобы вернуться и открыть премию по четвертому вопросу? На цикады? Спасибо большое. Спасибо большое. Нагласно. Значит, вот в этом четвертом постановлении о включении в коллективный договор норм труда и оплаты, правил и норм охраны труда и техники безопасности, отвечающих интересным работникам, значит, Михаил Васильевич предложил, я поддерживал предложение, включить последний абзац, очень короткий. Значит, там, где говорится, что все коллективные действия надо проводить за поступок и далее, последний абзац. Вместе с тем, РКР рекомендует каждому рабочему выяснить те характеристики своего рабочего места, отклонение от которых создает угрозу жизни и здоровью, что дает основание, в скобочках статья 379 ТК РФ, отказаться от выполнения такой работы до устранения нарушений. Мы уже говорили о том, что эта работа, она поможет потом объединиться, но тем не менее, вот с этого может начать каждый рабочий. Вот, прошу поставить это на голосование. Я вот вчера выступал в поддержку этого предложения. Уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать, кто за. Против. Спасибо. Держа. Уважаемые товарищи, мы уже тогда не будем зачитывать целиком это постановление. Предлагается проект постановления с учетом последней правки принять в целом. Прошу голосовать. Против. Спасибо. Диногорск. Уважаемые товарищи, ну, традиционно при закрытии семинара рабочего движения все участники приглашаются для исполнения гимна. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. В рубашке нарядной, своей ненарядной, пришел от песница хороший дружок. Вчера говорила, навек полюбила, а нынче не вышла назначенный срок. Свидание забыто, над книгой раскрытой, склонилась подруга в огне золотом. До утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. До утренней смены, до первой сирены шуршат осторожно шаги под окном. О, летние ночи, буксировку дочки, волнуется парень и хочет уйти. Но девушек краше, чем в ссор маве нашим, ему никогда и нигде не найти. А утром у входа родного завода влюбленному девушку встретится вновь. И скажет немало, я книжек читала, но нет еще книжки про нашу любовь. На Волге широкой, на стрелке далекой, гудками кого подзарет пароход. Под городом горьким, где ясные зорьки, в рабочем поселке подруга живет. Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok